Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу развеять несколько мифов о дизелях. Существует два типа водителей. Одни любят дизеля, другие их просто ненавидят. Давайте с этим разбираться. Некоторые утверждают, что дизеля очень сильно дымят и поэтому их ненавидят. Современные дизеля практически не дымят. Да, запах выхлопа конечно у них есть, но если есть сажевый фильтр, как правило у большинства автомобилей сейчас есть сажевый фильтр, и выхлоп практически не имеет дыма. Если дизель дымит, это как правило уже у него существуют какие-то проблемы. То ли форсунки льют, то ли что-то еще с топливной системой. Вариантов много, но это как правило неисправность. Вы разве не видели на дороге, когда едет какой-нибудь старый жигуленок и от него сумасшедший запах? Он же не дизель, он бензиновый, но от него такой запах, он намного хуже чем дизель. Получается в этом жигуленке двигатель настолько уваленный, что в нем загорает вместе с бензином и масло. Естественно такой страшный выхлоп. А что вы хотели от дизелей? В дизелях тоже такое бывает. Некоторые утверждают, что дизель всегда будет вонять внутри, то есть будет вонять дизелем. Ничего подобного. У меня у самого дизель и уже не первый дизель, и никаких запахов, даже и близко напоминающих, что это автомобиль дизельный, нет. То есть все в порядке. Это может быть только на неисправном автомобиле. То ли где-то дизельное топливо перевозили в багажнике, и оно пролилось, поэтому запах идет. То ли какая-то негерметичность, то есть это проблема самого автомобиля. Может быть такое, если вы в бензиновом автомобиле будете перевозить в канистрах, бензин у вас прольется. Естественно, чем у вас будет в автомобиле вонять? Бензином. Поэтому это практически одно и то же. Некоторые утверждают, что дизель хуже заводится в морозы. Практически на каждой заправке сейчас существует топливо, которое не замерзает при очень низких температурах. Есть тесты, которые проводятся постоянно. В том же интернете, в ютубе вы можете посмотреть тесты на топливо. Эти тесты просто поражают. Топливо не замерзает и при минус 30, минус 35, даже при минус 40. Поэтому при обычных таких морозах, как у нас, которые не превышают минус 30, проблем с дизелями практически никаких не возникает. Заводится даже в самый лютый мороз. То есть на стоянке, если стоит автомобиль, вы пришли, прогрели свечи накала, пару раз обычно это делается, заводитесь и никаких проблем. Не хуже, чем бензин. Я больше видел автомобили на стоянках в такой мороз, когда сильно был, там 27 градусов, которые бензиновые завестись не могли. А дизеля ездили и никаких проблем не было. Поэтому, опять же, это все зависит исключительно от того, какое состояние у вашего автомобиля. И не зависит это бензиновый или дизельный. Может и дизель не завестись, может и бензиновый не завестись. Потому что они могут быть просто уваленные двигателя. Некоторые утверждают, что ресурс бензинового двигателя больше, чем у дизеля. Это неправда. У бензинового двигателя ресурс меньше, чем у дизеля. Ну и по расходу. Вы прекрасно сами понимаете, что дизель намного экономичнее, чем бензин. При том, что у дизеля крутящий момент будет всегда больше, чем у бензина. Если для вас этот видеоролик оказался полезен, не забывайте ставить палец вверх, подписывайтесь на канал. И обязательно ставьте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!